Добрый вечер! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече. Спасибо, доктор Уайт. Если вы здесь, то наверняка вы неравнодушны к истине. Независимо от того, кто вы, каких верований придерживаетесь, вы понимаете, что есть разделяющая линия между тем, что истинно, и тем, что ложно. В наши дни много говорят о толерантности, говорят о том, что нужно относиться друг к другу терпимо, с чем я согласен, но я считаю, что нам следует практиковать и отрицательную терпимость, то есть иметь смелость сказать, я с тобой не согласен, но я желаю выслушать твое мнение, рассмотреть факты, которые стоят за твоим мнением, и мы можем не согласиться с анализом фактов. Лучшим образом можно достичь познания истины, в том числе через открытые дебаты, подготовленных представителей двух сторон. Вы согласны со мной? И сегодня мы собрались по этому поводу. Мы проводим уже третьи дебаты в Темпер Бэй. Простите, даже четвертые дебаты. Может быть, вы присутствовали на дебатах доктора Уайта с Робертсом Дженнис, или на дебатах с доктором Джоном Сэндерс. Сегодня в дебатах принимает участие Грег Стеффорд, и участники будут отстаивать то, что истинно или ложно, основываясь на Священном Писании. Позвольте представить сегодняшних спикеров. Во-первых, справа от меня Грег Стеффорд, «Свидетели Иеговы в третьем поколении», автор книги «Защита. Свидетели Иеговы» и различных научных и критических работ трех диссертаций по тематике «Свидетели Иеговы». Он является хорошо известным участником дебатов и спикером, представляющим «Свидетели Иеговы» и общество «Сторожевой башни». Пожалуйста, приветствуйте, Грег Стеффорд. Слева от меня, справа от вас, автор нескольких книг, в том числе «Бог, оправдывающий» и «Сила свободы». Библия Короля Якова — это единственная Библия. Он является пресвитером Реформатской Баптийской Церкви в Фениксе, директором служения Альфа и Омега, профессором семинарии, проживает в семье в Фениксе. Пожалуйста, приветствуйте, доктор Джеймс Уайт. Представляю ведущего сегодняшних дебатов, основателей, менеджера широко известной финансовой организации группа «Справедливого руководства», штаб-квартира, которая находится в Темпо, штат Флорида. Пожалуйста, приветствуйте, Марк Грэм-старший. Еще пару объявлений по сегодняшнему мероприятию. Если вы хотите выйти из зала или будете потом заходить, пользуйтесь, пожалуйста, выходами, находящимися сзади. Не выходите вперед, не перекрывайте видеосъемку. Конечно, вы можете прославиться, попав на камеру, но просьба пользоваться задними выходами. В середине встречи у нас будет перерыв. В перерыве будут объявления, касающиеся завтрашнего мероприятия. На этом все. Приглашаю к микрофону Марка Грэма. Конечно, большая честь быть с вами сегодня. Благодарность принимающему городу Темпо, рады быть в вашем городе и конкретно на этом мероприятии. Уверен, что сегодня мы услышим немало интересного с обеих сторон. Рад быть ведущим. Мы заранее договорились о формате и правилах проведения дебатов. Как доктор Уайт, так и мистер Стеффорд согласились с правилами. Как вы знаете, оба участника дебатов являются профессионалами, так что нас наверняка ждут упорядоченные дебаты и содержательные. Единственное примечание, во время каждого выступления будет предупреждение, что выступающему осталась минута. Не стоит относиться к этому отрицательно. Это делается просто, чтобы предупреждать спикера о времени. Вот такой формат проведения. И я прошу вас тоже придерживаться данного формата. Каждый участник дебатов имеет 25 минут на начальное выступление. Первым выступит доктор Уайт. Затем каждый будет иметь возможность в течение 20 минут комментировать и реагировать на выступление оппонента. Затем перерыв на 20 минут. После перерыва оппоненты будут задавать вопросы друг другу, каждый по 20 минут. В конце каждый участник будет иметь 10 минут на заключительную речь. И если позволит время, мы уделим внимание вопросам из зала. Итак, мы начинаем мероприятие. И начинаем мы с доктора Уайта. Добрый вечер. Спасибо, что пришли на сегодняшнее мероприятие. Надеюсь, что сидящим в первом ряду выдадут солнечные очки, чтобы осветительные приборы для съемки не повредили вам зрение. Так что используйте солнцезащитные очки на время проведения дебатов. Наш вопрос сегодня. Иисус Христос – это Бог с большой буквы или один из богов с маленькой буквы? Вопрос более фундаментален, чем некоторые думают. Мы не будем спорить, именуется ли Иисус Христос словом «теос». Обе стороны признают этот факт. Мистер Стеффорд сказал 7 месяцев тому назад, цитирую, «Я согласен и подтверждаю, что Иисус является Богом, то есть обладает властью Бога и представляет Бога. В этом у меня нет сомнений. Фома посмотрел на Иисуса и сказал, «Господь мой, Бог мой, вслед за Фомой я могу также назвать Иисуса, если бы Он стоял рядом». Конец цитаты. Сегодняшняя дискуссия будет немало отличаться от тех дискуссий, какие могли быть у вас со свидетелями Яговы, стоящих в ваших дверях. Мы сегодня не будем спорить, претендует ли Иисус на имя Ягова. Обе стороны согласны, что Он претендует, каждая со своими нюансами. Это уже будет отличать сегодняшнюю дискуссию от обычных споров со свидетелями Яговы. Обсуждаемый сегодня вопрос состоит в следующем. «Являемся ли мы монотеистами, которые веруют в единственного истинного Бога и поклоняются Ему, признавая Его нашим Творцом и именуя Его одного Бога? Или же мы являемся генотеистами, верящими в трех богов, верим в главного Бога Яхвы, а также в божества рангом ниже ангелов и тому подобное, которые тоже достойны определенного поклонения и которые в каком-то смысле тоже могут именоваться Творцами и которые могут именоваться Яхве или Ягова, однако лишь в представительском смысле или смысле обладания властью. Если мы монотеисты, то Иисус — это Бог с большой буквы, который в истинном смысле достоин именоваться Теос, достоин поклонения Ему как Богу, должен быть признан как наш Творец и именоваться Яхве единственным истинным Богом. Верить в Иисуса как в одного из богов с маленькой буквы, как в некого Бога в бытие Своем, отличного от Отца, означает в полной мере отвергать библейскую истину, что есть только один Бог. Сегодня я намерен наказать, что именовать Иисуса одним из богов с маленькой буквы означает отвергать историческую христианскую веру, что также неизбежно влечет либо к отрицанию безошибочности и согласованности Писания, либо лишает нас какого бы то ни было осмысленного механизма, посредством которого мы могли бы не впасть в идолопоклонство. Таким образом, если какое-то Творение, даже сильно превознесенное Творение, может описываться, как Иисус Христос описывается в Священном Писании, то мы лишаемся возможности определить, где же истинный Бог и чем Он отличается от высоко превознесенного Творения. Нет никакой возможности избежать такого серьезного греха идолопоклонства. Я уверен, что Библия нигде не противоречит само себе, также я уверен, что Библия предельно ясно учит нас в природе истинного поклонения Богу и тому, кто является нашим Богом-Творцом. Итак, либо мы монотеисты, либо генотеисты, которые признают существование Богов меньшего уровня, отличных от Бога Отца, и что Иисус Христос — это один из таких малых божеств. Я постараюсь за предоставленное мне время, во-первых, подтвердить концепцию истинного библейского монотеизма, затем я предложу три пункта, которые в свете монотеизма являют истину полноты и божественности Иисуса Христа. Итак, первый пункт — Иисусу поклоняются так, как поклоняются только Богу. Второй пункт — Иисус описывается так, как описываться может только Творец. Третий пункт — Иисус является Яхвой, не только в представительском смысле, но онтологически, то есть в своей сущности и бытии. Должен дать небольшой комментарий, прежде чем переходить к защите библейского монотеизма и божественности Иисуса Христа. Я стою сегодня перед вами в каком-то смысле как древнее ископаемое, как некий возврат к богословию прежних веков. Без смущения, намеренно и уверенно исповедую свою веру в безошибочность Библии. Я верю вместе с апостолами, что Писание Бога духовновенно, что Бог говорил через святых Божьих людей, движимых Святым Духом. Я верю вместе с моим Господом, что Писание не может нарушиться. Иоанна 10,35. И что читать Писание значит слышать, что Бог говорит мне. Исповедую это я по одной простой причине. Последовательное, каноническое отношение к Библии дает историческое, ортодоксальное учение о природе Бога. Подавляющее большинство современных учителей утверждает, что Библия предлагает многообразие взглядов на Бога, на мир, на спасение и так далее. При этом они отвергают учение о безошибочности и достаточности Бога Духновенного Слова. Теперь давайте рассмотрим истину библейского монотеизма. Трудно переоценить значимость данной доктрины, проистекающей из Писания. Только в наши дни, с популяризацией деструктивного, безбожного библейского критицизма, истина библейского монотеизма ставится под сомнение. Количество библейских текстов, учащих, что есть только один истинный Бог, создатель всего существующего, неизменный и всевластный, настолько велико, что моего времени выступления, конечно, слишком мало, чтобы в достаточной мере их рассмотреть. Но позвольте мне упомянуть два важных момента. Во-первых, Писание определяет идолопоклонство как ужасный грех, поэтому мы должны ясно отличать между истинным Богом и лже-богами на основании истины Слова Божьего. Мы как раз находим определение лже-богов в книге Исаии в главах 40 по 48, рассматривая уникальные атрибуты единого истинного Бога. Мы можем выявить лже-богов. Что мы читаем в Исаии 45 главе стихи с 5 по 7? «Я Господь, Яхве, и нет иного, нет Бога, кроме меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Яхве, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Яхве, делаю все это». Было бы странным говорить, что этими словами Бог просто разрушает божественность неких идолов и совсем не касается божественности иных богов, таких как ангелы и так далее. Сама фраза «нет Бога, кроме меня» теряет всякий смысл, если бы она означала «нет идола, кроме меня». Идолы, конечно, существуют. Главная же мысль фразы в том, что никакой идол не может считаться истинным Богом, потому что истинный Бог только один, создатель неба и земли, творец всего творения, суверенный правитель над всем творением. Мы читаем также в Исайя 44, 24. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от отробы матерней. Я, Яхве, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю». Только Бог — это Создатель всего. Не в смысле, что Он просто повелел сотворить все, якобы для этого, используя богов меньшего уровня, а в смысле, что в сотворении не участвовал никто, кроме Яхве. Его слава не может быть передана другому, так как все творение сотворено им и никем более. Исайя 43, 10 говорит, «Чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Эти слова суммируют истину библейского монотеизма. Бог не только говорит, что идолы недостойны поклонения. Бог исключает из категории богов всех, кроме самого Себя. Очень важно обратить внимание, что эти же слова говорит Господь Иисус, применяя их к самому Себе в Иоанна 13, 19, в таком же контексте пророческого откровения о будущем. Также очень важно, что Бог учит плененных израильтян, как они должны защищать свою веру и отвечать пленившим их, когда те будут приглашать их к идолопоклонству. Это написано в Еремии 10, стихи 10 и 11. «Я, Яхве, есть истина. Он есть живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес». Обратите внимание на этот стандарт, который Бог дает своему народу. Боги, которые не сотворили небо и земли, это ложные боги. Они исчезнут, и их не будет. Мы видим факт, что Бог отделяет себя от всех так называемых богов, и главной характеристикой истинного Бога является то, что Он сотворил небо и землю. Если мы будем утверждать, что есть еще кто-то, кого можно именовать истинным Богом с маленькой буквы, то нам придется объяснять, как это может согласовываться с этими отрывками из Писания. Таким образом, можно было бы перефразировать основной вопрос сегодняшних дебатов примерно так. Господь славы, царь царей, всемогущий Бог, которому поклоняются все ангелы и все творения, евреям 4 глава, откровения 5 глава, является несотворенным Творцом и истинным Богом с большой буквы, или же Он является подверженным изменению, невечным творением, то есть Богом с маленькой буквы. Вот в чем главный вопрос сегодняшних дебатов. Время бежит, поэтому рассмотрим, почему в свете библейского монотеизма мы верим, что Господь славы Иисус Христос справедливо именуется Богом с большой буквой Б, в полнейшем смысле Богом, достойным нашего поклонения и хвалы. Во-первых, Иисусу поклоняются так, как возможно поклоняться только Богу. Те, кто отвергает полную божественность Христа, сразу указывают, что греческое слово «поклоняться» Проскинео не обязательно в своем обычном употреблении означает истинное религиозное поклонение, и таким образом не является доказательством полной божественности Христа, хотя Он объект такого поклонения. Конечно, если бы аргументация заключалась только в слове «поклоняться», такой ответ был бы справедливым. Греческое слово «проскинео» определенно может использоваться в нерелигиозном контексте в значении простого поклона или почтения. Вопрос в том, может ли это слово означать именно религиозное поклонение, и используется ли оно в этом значении по отношению к Господу Иисусу? Ответ очень прост – да. Мы видим, как Петр отказывается принимать Проскинео, ангел, который в книге Откровения общается с Иоанном о чудесных делах Божьих, тоже отказывается от поклонения в главе 19 и 22. Ангел говорит Иоанну Проскинео – Богу, то есть поклониться Богу. Когда Сатана искушал Иисуса Христа в начале его служения, он предлагал Господу пасть и Проскинео Ему. Но Иисус отказался и сказал, что мы должны Проскинео только Богу. В каждом из этих случаев мы видим, что это слово обозначает истинное поклонение. Поклониться таким образом любому творению, даже высоко превознесенному ангелу, греховно и неверно, религиозный контекст и то, что поклонение исходит из сердца, отличают это слово Проскинео от светского нерелигиозного использования. Мистер Стефорд тоже признал это отличие в своих дебатах с Робертом Боланом. Он сказал, что слово Проскинео встречается в Ветхом Завете при выражении почтения израильским царям, но сразу заметил, цитата, конечно, речь идет не о таком поклонении, какой воздается Богу, не о религиозном поклонении царям, конец цитаты. Факт состоит в том, что Иисус Христос не только достоин такого поклонения, но в Библии ясно видно, что Он принимает такое поклонение. Время поджимает, и я приведу лишь один пример, но я уверен, что этот пример однозначно расставит все по местам. В Откровении 4 глава, стихи с 9 по 11, нам предстает видение высшей формы поклонения, поклонение на небесах. Бог восседает на превознесенном троне, и чистые обитатели небес пребывают в постоянном поклонении, сидящему на троне. Видение похоже на то, что видел Исайя. Итак, цитата. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, и приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Ян не только описывает проскинео, воздаваемого в высшей форме, но мы читаем, что вся слава, честь и сила воздаются Господу, и все эти слова указывают на истинно религиозное поклонение, которое должно воздаваться только Богу. Если это не то поклонение, которое совершенно никогда не должно воздаваться какому-либо творению, то тогда у нас не остается возможности определить с помощью библейского текста, что такое истинное поклонение. Держа это в уме, давайте посмотрим еще откровение 5 главу, начиная со стиха 8, «И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали предагонцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиамы, которые суют молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печать, ибо Ты был закланный кровью и Своею, и скупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило, «Сидящему на престоле, и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животные говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Это продолжение той сцены, которую мы видим в главе четвертой. Контекст по-прежнему небесное поклонение. Но здесь мы видим иной объект такого поклонения Агнца, который был заклан. Тот же самый набор слов, включая «достоин», «сила», «честь», «слава» и «благословение», теперь напрямую обращены к Агнцу в поклонении и восхвалении. «Сидящему на престоле и Агнцу воздавало поклонение всякое создание, включая высоко превознесенных небесных существ». Я утверждаю, что не только здесь, но и в других текстах говорится о таком поклонении, которое совершенно никак не может воздаваться никому из творений, независимо от того, насколько это превознесенное творение. Если допустить, что Иисус Христос Агнец закланный, это лишь превознесенное творение, то Он был абсолютно обязан отвергнуть поклонение в Его адрес со стороны сотворенной вселенной. Он должен был занять место среди творений и восхвалять Бога, сидящего на троне. Но что мы видим? Мы видим, что Агнец достоин поклонения со стороны всякого творения и что Агнец есть Бог с большой буквы, а не одно из божеств с маленькой буквы. Во-вторых, Иисус описывается так, как может описываться только Творец. Сам Бог говорит нам, что Ему принадлежит центральная роль в сотворении мира. И мы, народ Божий, можем отличать Его от лжебогов как Творца. Только Он является Творцом всего, и мы существуем только благодаря тому, что Он дает нам жизнь. Нет никаких споров касательно того, что Господь Иисус принимал участие в сотворении мира. Обе стороны диспута в этом согласны. Как мы смотрим на слова в послании Колоссянам, глава 1. «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит». Но некоторые спорят и говорят, что Иисус не является Творцом в том смысле, чтобы считаться Богом с большой буквы. Они утверждают, что Иисус является вторичным в сотворении, инструментом в руках Бога, неким ремесленником и в то же время частью Творения. Как можно защищать такую позицию в Свете Писания, которую мы зачитали только что, Колоссянам, глава 1? Нам говорят, что Бог является активным участником сотворения, а Сын является пассивным орудием сотворения, и сотворение произошло через Христа. Но может ли устоять такой аргумент перед внимательным слушателем? Давайте обратимся к прославлению Бога в Римлянам 11.36. «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Подобным образом, Евреям 2.10 говорит, «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания». Нет никакого сомнения, что в обоих текстах речь идет о Боге в абсолютном смысле. В обоих текстах используется слово «все», как в послании Колоссянам, глава 1, и говорится, что «все создано им или через Него». Означает ли это, раз речь идет о Боге, что над Богом есть еще более высокий Бог, который использует Бога просто как свое орудие? Или же аргумент наших оппонентов выстраивается исключительно на допущение, что быть орудием означает быть ниже рангом? Апостол Павел был монотеистом. Да, он признавал, как признают все сторонники Триединства, то, чем отличаются друг от друга Отец и Сын. Например, Отец никогда не воплощался и не умирал за наши грехи. В вечности Бог Сын добровольно взял на Себя этот крест. Апостол Павел признавал, что замысел спасения происходит от Отца, как от источника этого замысла, а Иисус является тем, кто исполнил этот замысел спасения как Спаситель, а Дух Святой применяет спасительный труд Христа в сердцах людей. Подобным образом Павел проводит различия между Отцом и Сыном в вопросе сотворения мира. В 1 Коринфянам 8.6. Но было бы уклонением от истины считать, что раз мы созданы от и для Отца, то Сын — это всего лишь творение, раз мы сотворены через Него. Эти предлоги указывают лишь на разные роли в сотворении мира у Отца и Сына, а не на то, что Сын якобы ниже. Возвращаясь к Колоссянам, глава 1, мы видим, что все создано для Сына. Друзья, пожалуйста, скажите мне, как такое может быть сказано о каком-либо, пусть даже превознесенном творении? Эти слова указывают на Творца, а не на творение. Милан Форсис пишет, и мы переходим к третьему пункту наших рассуждений об истинной и полной божественности Иисуса. Иисус является Яхвой не только в представительском смысле, но в смысле Своего бытия. Нередко мы встречаем, что новозаветные авторы применяют ветхозаветные тексты к Иисусу таким образом, чтобы показать, что Иисус — это Яхве. Конечно, при этом они указывают на те отличия Отца и Сына, как учит доктрина о триединстве. Иоанн ясно учит нас в Иоанна 12, 41, что когда Исаия видел Яхве в Исаии 6, 2, он на самом деле видел славу Христа. Самое важное для нас, в Евреям, глава 1, стихи с 10 по 12 отрывок может быть применен только к Яхве, говорится о вечности, неизменности Бога в противопоставлении творению и указывается на Иисуса Христа. Мистер Стеффорд оспаривает в своих работах и утверждает, что в этом отрывке не имеется в виду, что Иисус — это Яхве в полном смысле, поскольку ранее в Евреям 1 говорится об Иудейском Царстве. Мы не можем применить текст к Иисусу, кроме как указав, что Он — Иудейский Царь. Соглашусь, хотя это не центральная истина в Евреям 1, что быть царем не было уникальным для кого-то из иудейских царей. Было много иудейских царей, так что, применяя отрывок от Царства ко Христу, мы признаем Его Царем Царей. Но отрывок относится к Иисусу. Псалом 101, стихи 26-28 говорит, «Исключительно и только о Яхве, только Яхве является вечным, только Яхве является неизменным, только Яхве пребывает всегда, а все творения ветшают и умирают во всем Писании». Такие слова не могут применяться ни к каким творениям. Предельно ясно, что намерение автора послания евреям указать на совершенное превосходство Христа над всем творением, и он оказывает на превосходство Христа не только говоря о поклонении Христу в Евреям 1.6, называя Сына Богом в 8 стихе, но и применяя текст из Псалма, показывая, что Христос является вечным и неизменным Богом, а не каким-то второстепенным божеством с маленькой буквы. Мы также можем рассмотреть еще один отрывок, где Христос прямо и ясно именуется Яхве, филиппийцам 2 глава стихи с 5 по 11. Ссылаясь на этот отрывок, мы можем предоставить ответ на самую распространенную и ложную форму аргументации против божественности Христа. Этот отрывок учит нас, что до воплощения Христос обладал равенством с Богом. В вечности Христос не просто обладал неким духовным бытием, а бытием Бога. Он не почитал хищением быть равным Богу, не считал, что нужно настаивать на своем равенстве, но наоборот уничижил себя самого. Греческое слово «кеноо», которое используется здесь, всегда используется метафорически, и текст указывает, что уничижение или опустошение является добровольным действием, которое совершает сам Христос. Он совершает это посредством принятия подобия человеком и становления как человек. Некоторые спорят, что этот отрывок якобы означает, что Иисус перестал быть Богом с большой буквы. Но такие споры основаны на искажении текста. Речь в тексте идет о действиях Иисуса Христа, о том, как превознесенный из Исаии 6 главы решил ходить среди людей, как Иисус из Назарета. Он принял подобие человеком, Он смирил себя и был послушным даже до крестной смерти. Великая истина воплощения, тайна, по которой Господь славы мог быть распятым, становится содержанием многих споров в истории. Большинство аргументов против божественности Христа основаны на добровольном действии Христа, когда Он принял человеческую плоть, чтобы совершить искупление в заместительной смерти за народ Божий, за что Ему дано имя выше всякого имени, так что, чтобы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца, Павел намеренно и целенаправленно указывает на Исайю 45.23, где Яхве говорит о своем прославлении и применяет слова Яхве к возвышению воскресшего Спасителя. Всякое колено преклоняется перед Христом, и все это во славу Бога Отца. Разве слава Яхве здесь разделяется? Не разделяется, как это видно в Иоанна 17.5, где Сын говорит о своей славе у Отца прежде бытия мира. Когда кто-то спрашивает, почему Иисусу дано божественное имя, Он забывает о воплощении, о смирении Христа и о Его предвечной славе, которой Он обладал до Своего добровольного уничижения. Мы многократно обратим внимание на важность этой истины в течение этого вечера. Хотя некоторые могут упускать суть воплощения Сына, в котором Господь славы стал плотью, это истина ясно преподана в Священном Писании. Иисус поистине стал плотью. Но это действие самоуничижения не отменяет факта, что в предвечности Иисус обладал самой, что ни на есть, славой Божией наравне с Отцом. Он предвечный Сын, в полной мере Бог с большой буквы. Какой вывод мы можем сделать? Сегодняшние дебаты касаются самых основных истин христианской веры. Мы монотеисты, которые провозглашают миру истину о Едином Всемогущем Боге? Верим ли мы Богу, который спрашивает нас, «Ибо кто подобен мне?» Исайя 49. Посмеем ли мы отвечать на этот очевидно риторический вопрос, «Много подобных тебе и творения могут получать всевозможные поклонения и хвалу, такие же, как воздаются тебе?» Да и кто является Творцом, если некоторые творения могут быть поставлены в положение того, через кого мы сотворены и для кого мы сотворены? Более того, даже Божественные имена могут даваться творением. Конечно, не для таких ответов был задан Богом риторический вопрос, «Есть ли подобный мне?» Правильный ответ на этот вопрос прост. «Нет подобного Богу». Итак, способны ли мы воспринять Иисуса Христа, Царя Царя и Господа Господствующих, начало и конец первого и последнего Господа Славы Творца Всего, того, перед кем преклоняется всякое колено и кого исповедует всякий язык, того, кто говорит «Я, Есмь» и войны падают пред Ним на землю, Слово, которое было в начале, и Господа, которого видел Исайя на престоле Высоком и Превознесенном, которого славят Херувимы и Серафимы. Способны ли мы поместить его на уровень кого-то ограниченного, сотворенного, и смогли бы мы при этом присоединиться ко всем творениям, которые прославляют и поклоняются Ему в полной мере в Откровении 5 главе? Я утверждаю, что мы бы не смогли присоединиться к этому поклонению, и Библия запрещает нам поклонение творению. Большое спасибо! Я рад быть здесь сегодня, и для меня большая честь говорить на эту тему. Весьма благодарен доктору Уайту и всем, кто причастен к организации этих дебатов. Данный вопрос, конечно же, чрезвычайно важен для христиан и всех, кто интересуется христианством и иудаизмом. Но почему вообще существует такой вопрос? Почему после двух тысяч лет истории по-прежнему звучит вопрос, является ли Иисус истинным Богом с большой буквы или Богом с маленькой буквы? Почему кто-то вообще задумывается над вопросом и не считает Иисуса истинным Богом даже после таких выступлений, какое мы только что услышали от доктора Уайта, и даже после всех исторических христианских соборов, которые установили христианские предания? Христиане придерживаются учения, что Иисус — это Бог и Его часть Триединого. Сегодня я постараюсь раскрыть, почему эта тема до сих пор является предметом дебатов, и почему я убежден, что Иисус — это не Бог, онтологически равный Отцу, и потому Иисус — это не Бог и Его. Это может странно звучать, и для кого-то из вас это не так приятно слышать, но причина этого в том, что вся концепция Едино-Божия влечет за собой некоторый негативный багаж мыслей и коннотаций. Эти мысли не оставляют вас равнодушными. Вы не можете спокойно воспринимать некоторые библейские отрывки, которые звучат сегодня. Какие отрывки, например? Мы уже слышали некоторые отрывки, и в своей вступительной речи у меня нет желания спорить по ним. Моя цель с самого начала выступления — дать вам некоторые основания для следующей мысли. Почему возможно воспринимать Иисуса как второго Бога? Это звучит для многих как чуждая концепция. Я говорил с тысячами таких людей за последние 15 лет. Но это не так трудно понять в свете того, что я буду говорить сегодня и некоторых отрывков Писания. Давайте посмотрим на конкретный отрывок. Я процитирую прямо из Библии, потому что, цитируя по памяти, мы нередко теряем из виду важные моменты. Итак, Исайя, 43 глава, со стиха 10-го, «Говорит Иегова, вы мои свидетели, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что я тот же». В чем ключевая мысль? Важно понять правильно. И здесь так много важной информации. Я постараюсь выделить некоторые ключевые моменты. «Прежде меня не было сформировано Бога, и после меня ни один не будет существовать. Я и Иегова, и кроме меня нет Спасителя». Обратите внимание. Читая этот текст, мы можем потерять мысль, что есть только один Бог, потому что до Бога не было сформировано никакого Бога, и после него ни один не будет существовать. Но что это за идея формирования Бога? Если внимательно читать такие стихи, вы найдете, как изобличаются, различные Боги и идолы различных народов, окружающих Израиль. Понимать такие и подобные таким стихи по-другому, это значит вырывать стихи из их контекста. Когда вы читаете такие стихи без контекста, вы можете сделать их основой для различных взглядов, которые, однако, не имеют никакого отношения к их историческому значению. Что еще мы видим здесь? «Кроме меня нет Спасителя». Это может показаться простым для понимания. «Только один Спаситель — Бог». На Боиудейских Писаниях мы находим различные ссылки на израильтян, таких как Аот и Вениамин, которые именуются «спасителями». Используется то же самое еврейское слово «явшах» касательно Иеговы и касательно их. Тем не менее, нет «спасителя», кроме Иеговы. Вы начинаете понимать, как Библия порой выражает истину с отрицательными частицами. Нет попытки исключить всех остальных, кто мог бы описываться таким же образом. Здесь имеет место иной способ применения, иная степень использования. Это распространено в древней и современной литературе. Есть в Библии много мест, которые отрицают существование иных богов. Пытаться объяснить или защитить мое утверждение, что Иисус — это второй Бог, игнорируя такие места Писания, как этот, было бы тщетным занятием. Поэтому я постараюсь обратить ваше внимание на эти тексты и объяснить, почему я беру их за основы сегодня, а также в моих книгах. Если вы не уловите эту истину, что эти места Писания не отрицают окончательно возможности существования второго Бога рядом с Иеговой, то нет смысла рассуждать дальше. Я утверждаю, что каждое такое место Писания, которое отрицает существование иных богов, имеет в своем контексте отрицание идолов каких-то конкретных народов. Поэтому вы можете найти в Библии отрывки, которые называют «ангелов богами» Псалом 8.6, Псалом 81.1 и другие. И эти отсылки к ангелам как к божествам обычны и неоспоримы. В Иоанна 10 главе вы можете найти кое-что интересное. И это согласуется с моим утверждением, что Иисус является в действительности не Богом с большой буквы онтологически, но Богом с маленькой буквы онтологически. Он Бог лишь функционально, и об этом я еще скажу. В Иоанна 10 главе описывается спор Иисуса с религиозными лидерами, фарисеями и книжниками. Они обвиняют Его в чем-то очень интересном, имеющем прямое отношение к нашей дискуссии. Уверен, многие из вас читали это место. Дважды я ссылался на этот текст в моих дебатах с Робертом Боуманом, и он дважды проигнорировал этот текст. Полагаю, сегодня у нас будет возможность более детально обсудить этот текст. Пока обращаю ваше внимание на него. Иоанна 10 глава со стиха 31. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его, то есть Иисуса. Иисус отвечал, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя теос». Что переводится «бог» или «бог» с маленькой буквы, с большой. И наша Библия, как и новая английская версия, переводит «бог» с маленькой буквы. То есть какой-то бог. Давайте попробуем поставить здесь перевод «бог» с большой буквы. «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом» с большой буквы. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Подумайте немного. Если иудеи обвиняют Иисуса, что Он делает Себя Богом с большой буквы, как переводят большинство современных переводов Библии, то зачем Иисус ссылается на Псалом 81, где кто-то именуется богами с маленькой буквы? Как эта ссылка помогает Иисусу в аргументах? Вообще никак. Если религиозные лидеры говорили о Боге с маленькой буквы, то вот, ангелов или лжебогов Писание именуют богами, и неважно, о каких богах идет речь в Псалме 81. Но если они обвиняют Его, что Он делает Себя Богом с большой буквы, то ссылка Иисуса на Псалом не имеет никакого смысла. Теперь давайте все поменяем и вернемся к варианту перевода «Бог» с маленькой буквы. Какой-то Бог. Иудеи сказали Ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом с маленькой буквы. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы, боги. Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Такой вариант имеет смысл. Иисус как бы отвечает. Да в чем проблема? Мы все знаем, что Писание именует некоторых богами. Вы – боги. Либо Писание говорит о судьях, либо о каком-то совете богов, которые находятся вокруг Яговы. Или речь идет просто о лже-богах. Главное, речь идет о такой категории богов, которая придала бы смысл словам Иисуса. Иисус относит Себя к той категории богов с маленькой буквы. Он не стал цитировать текст, который относился бы к Богу Всемогущему, а он мог бы процитировать такой текст. Он сослался на текст, говорящий об иных второстепенных богах, антологически отделенных от Яговы. В этом был его аргумент. И этот аргумент я защищаю сегодня. Иисус – это один из богов с маленькой буквы, отдельных от Яговы. Он сам называл Себя богом, отдельным от Яговы. И он имел на то право, данное ему Писанием, на которое он сам сослался. Есть другие места в Евангелии от Иоанна, которые помогают нам укрепиться в таком понимании, что нет никакой проблемы воспринимать Иисуса отдельным уникальным божеством. Что я сегодня и защищаю. Я не отрицаю его божественность. Я утверждаю, что он отдельное уникальное божество, отдельное от Бога Яговы. Доктор Уайт утверждает, что Иисус – это тот же самый Бог, что и Отец. Что Он един с Отцом и Святым Духом. И мы сегодня еще обсудим, что подразумевается, когда Иисус именуется Богом в этом контексте. Что якобы нет разделения природы между личностями Бога. Я утверждаю, что они раздельны. И это ясно видно в текстах Писания, которые я процитирую сегодня. Иоанна 8 глава – это очень важное местописание для понимания идей монотеизма. Вот почему я подхожу к этой теме, говоря, что Иисус – это Бог с маленькой буквы, отдельно от Отца. Иоанна 8 глава, стихи с 38 по 41, еще один спор с иудеями. «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца Вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем – Бога». Подождите-ка. В стихе 39 иудеи сказали, «Отец наш есть Авраам». В стихе 41 они говорят, «Одного Отца имеем – Бога». Нет ли тут проблемы? Разве иудеи считали, что Авраам был их Отцом Богом? Нет. Они используют слово «отец» в соседних стихах с совсем разным смыслом, хотя они утверждают, что имеет только одного Отца. Таким образом, для библейского монотеизма нет никаких проблем считать, что есть только один Бог в одном очень эксклюзивном и уникальном смысле, и в то же время соглашаться, что есть иные Боги в иных смыслах, совсем отличающихся от того, что мы воспринимаем, как мы воспринимаем того единственного Бога. В таком же смысле иудеи считают Бога одним Отцом, но признают Авраама Отцом, не путаясь, и понимая, в каком смысле, кто какой Отец для них. Когда вы понимаете принципы того, как Писание использует такие фразы, как «нет и новое» или «едий», вам будет легче понять такие места Писания, где говорится об Иисусе и о других, как о богах. В этом случае мы уже не имеем дела с проблемой монотеизма или тем, что никого нельзя называть так-то и так-то, кроме такого-то. Теперь у нас есть возможность обсуждать тексты, где мы можем говорить о смысле или степени значения тех или иных слов. Как уже упомянул доктор Уайт, мы все согласны с тем, что Иисус именуется «Теос» или «Богом» на страницах Библии. Но что это значит? Какое значение этого термина? Какой смысл в это слово вкладывал сам Иисус, когда Он ссылался на Псалом 81? Очевидно, что Он вкладывал в слово «Бог» смысл, который отличается от того, кем именуется Его Отец. Но Иисус сам использовал именно этот смысл в Своей дискуссии с иудеями. Давайте еще рассмотрим отрывок, который использует слово «Теос», применимый, по моему мнению, к Иисусу. Для некоторых из вас может показаться удивительным, так как отрывок спорный, но я предлагаю «Евреям 1.8». Это цитата Псалма 44, стихи 7 и 8, отрывок спорный, но, на мой взгляд, его легко понять и можно использовать как выразительную ссылку по предмету термина «Бог». Итак, читаем «Евреям 1.8». «Престол твой Божий в век в века, жезл царствий твой, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божием, Бог твой, и леем радости более соучастников твоих». Обратите внимание, автор послания евреям со всей серьезностью применяет ветхозаветные тексты ко Христу. И какие тексты он выбирает, чтобы применить слово «Бог» ко Христу? Выбирает ли он текст, где в Ветхом Завете слово относится к Ягове, а в новом применимо ко Христу? Нет, он выбирает текст, который относит слово «теос» к израильскому царю. Именно такой текст он использует, говоря о Христе. Именно в этом тексте используется такое сочетание «Бог твой», то есть для тебя Бог. Другими словами, у Иисуса есть Бог, который над Ним. Таким образом, здесь мы имеем не только слово «теос», которое относится к израильскому царю, но есть также в этом тексте указание на... То есть тот же самый текст указывает также и на самого Бога. Итак, разве это не любопытно? Потому что здесь мы ясно видим, как два новозаветных автора делают то, что говорят нам нечто о божественности Христа. И те ссылки, которые они выбирают, очень любопытные. Ссылки не таковые, что можно подумать, что речь идет о Боге Всемогущем. Давайте взглянем на следующий текст. Евреям, 1 глава, стихи из 1 по 3, несколько стихов раньше. Обратите внимание, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле «отцам в пророках в последние дни Исии говорил нам в Сыне». Остановитесь тут на минуту. Это учит нас нескольким вещам. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в последние дни говорил нам в Сыне. Бог здесь — это точный Отец, потому что говорится и о Его Сыне. И Бог, о Котором идет речь, говорил издревле, многократно и многообразно пророкам. А в эти последние дни речь идет об Отце. Таким образом, когда Бог говорит, речь идет об Отце в соответствии с этим отрывком. И дальше читаем, «Которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Можно обратить внимание на то, кто Творец. «Сей, то есть Сын, будучи сияние славы Божьей и образ ипостаси Его». Это очень важно. Суть наших дебатов сегодня — это онтологическое разделение, разделение в сущности и бытии. Другими словами, мы ведем речь о двух раздельных сущностях, подобно тому, как вы бы сидели на стуле напротив кого-то, один человек на стуле, другой человек на стуле — два человека. Есть разделение. Первый такой же человек, как другой по природе, но человека два. Этот текст говорит, что Иисус Христос — это копия Божьей ипостаси, Божьей сущности. Он не та же самая ипостась, он ее копия. Это неопровержимый текст. Нет никаких грамматических проблем, нет семантических затруднений. Никак иначе этот текст невозможно истолковать. Если же возможно, то наверняка мы услышим об этом через примерно 15 минут. Но если невозможно, то у нас серьезные проблемы. Невозможно игнорировать такой текст. Для меня он неопровержим. Когда мы имеем дело с такими отрывками, мы не найдем ссылок на Бога, который описывался бы красноречиво и выразительно, как сказал бы доктор Уайт, «Бога с большой буквы», но в ясных терминах Иисус именуется копией чьей-то ипостаси. Такого просто не может быть, друзья, чтобы Бог и Его был чьей-то копией. Но есть копия Его ипостаси. И это Его Сын, Иисус Христос. Другой важный момент. В Библии несколько раз используется сочетание «Единый Бог». Где-то три раза, по моим подсчетам. Дважды говорится «ясно» и один раз «косвенно». 1 Тимофея 2, 5. «Един посредник между Богом и человеком, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Но в Ефесянам 4 главе и 1 Коринфянам 8 глава все очень ясно. Давайте откроем 1 Коринфянам 8, 6. Это поможет нам перейти к следующей важной мысли. С 4 стиха. «Итак, оба потребления в пищу идола жертвенном мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, которым все, и мы им». Текст ясно говорит, что Бог только Отец, а Иисус единственный Господь. Хотя некоторые неправильно воспринимают это. Не говорю о мистере Уайте, имею в виду некоторых других. Главное, мы видим здесь выявление единственного Бога, то есть Отца. Есть только один Бог, это библейский монотеизм. Есть только один Бог в высшем смысле этого слова в Писании, и это Отец. Но есть и другие, которых справедливо Библия тоже именует богами. А в случае с Божьим Сыном это особенно справедливо. Как в евреям, в первой главе, стихи с первого по третьей, «Но никто из таких богов не занимал положение и не разделял сущность божественной природы, какая есть у Бога Отца, поэтому Он единый Бог, и никто не описан подобно Ему». Не буду переходить к части уточнений пунктов моих аргументов, так как это пока вступительная речь. Прошу вас подождать следующего времени моего выступления и конкретных ответов на возражения доктора Уайта, но давайте взглянем на знакомый нам отрывок Писания Иоанна 1.1. Я его процитирую еще позже. Многих этот стих в некоторой степени смущает. Речь там идет о Боге с большой буквы или Боге с маленькой буквы? Но ведь все очень просто. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было... Так, Богом с большой буквы оно было, или Богом с маленькой буквы? Если Он Бог с большой буквы, то Он тот Бог, у которого Он был, и никто из вас в это не верит. Поэтому, хотя, и мы обсудим это позже, вы можете сказать, Слово было Бог. Вы в это не верите на самом деле. Вы подразумеваете под этим, и я хотел бы подольше поговорить с вами об этом правильном понимании. Является ли Он личностью Бога, абсолютно равной в природе и сущности с Отцом? Не об этом, говорит текст. Не правда ли? Текст либо называет Иисуса тем самым Богом с большой буквы, либо одним из богов с маленькой буквы. Он у Бога. Для меня и многих других ясно, что Он должен являться отдельным Богом. Если Он не отдельный Бог, а тот самый Бог, то у какого тогда Он Бога? Он Отец? Но текст ведь говорит по-другому. Текст говорит, Он у Бога. Таким образом, отличие, которое дает Иоанн, касается слова «теос», а не слов «отец» или «сын» и так далее. Можно использовать эти слова, но тогда трудно понять. Текст ясно говорит, «Слово было у Бога». Слово было Бог с маленькой буквы или одним из богов. Иоанн делает отличие, используя артикль, и это большое отличие, оно значимое. Не так, чтобы каждый раз слово «теос» в зависимости от артикля означает «бог» с большой буквы или с маленькой. Но существует некоторая разница, когда вы понимаете, что разница нужна. Когда есть две личности, две сущности, одна «ха-теос» и другая «теос», и это существенно. И это единственный случай во всей Библии, где дается это значимое различие. Единственный случай? Может быть, это значимо? Может быть. Может быть. Посмотрим на Колоссянам 2.9. Еще один текст, который предельно ясен касательно божественности Христа. В разных переводах этот стих звучит по-разному. Не обязательно придерживаться здесь нового мирового перевода свидетелей Иеговы, но он говорит так, «Ибо в нем обитает вся полнота божественных качеств телесно». Я бы предпочел слово «божество», то есть того, что делает кого-то Богом. В этом здесь главное значение слова. Нет никакой разницы между этим словом и словом «таеотес», которое используется в Римлянам 1.20, на что ссылается доктор Уайт в своей книге, указывая на противоречие в моем втором издании. Об этом мы поговорим позже. Итак, Христос обладает всей полнотой и качеств, которые делает Его Богом, с маленькой буквы. Почему с маленькой, а не большой? Я считаю так, потому что полнота качеств делает Христа Богом, не важно с большой или маленькой буквы. Здесь важно, что у Христа есть полнота всех этих качеств. Христос отдельно от Бога. Христос отдельно от Бога. Он был у Бога в начале. Он отдельное, уникальное, в полном смысле, божество. Вы, возможно, начинаете думать о монотеизме и многобожии опять. Но мы уже это обсудили и выяснили, что это не является проблемой. Писание ясно учит некоторым истинам, что нет богов, которые были бы на одном уровне с Богом и Его, Отец — единый Бог. В определенном смысле, Бог и Его отличены от всех. В этом монотеизм. Он уникален, единственная сущность этого класса — это Отец. За пределами этой истины допустимо признавать другие божества, потому что так учит Библия. Иисус Христос — это божество, это невозможно отрицать. Но Он не является тем же самым Богом, что Отец. Он не является единым Богом. Таким образом, что мы будем делать с этими текстами и другими? Еще доктор Уайт упомянул филиппийцам 2, 6 по 9. Они не обязательно обозначают образ Бога с большой буквы, или слово «Был Бог» с большой буквы. Они могут означать образ Бога с маленькой буквы. Слово «Было одним из богов». Это мой главный посыл. Если нет ясного указания, что Христос — это тот же самый Бог, что Отец, мы должны отставить в сторону предубежденческие представления о монотеизме и многобожии и признать возможность, что Иисус может являться отдельным от Отца Божеством. Иисус может являться отдельным от Отца Божеством. Мы только что услышали указание на то, что все отрывки из Ветхого Завета, которые мы рассмотрели, и которые касаются того, что есть только один истинный Бог, имеют уникальный контекст, и это, конечно же, правда. У них есть также уникальный исторический контекст, что тоже правда. Тем не менее, если это указание подразумевает, что уникальный контекст говорит лишь о лжебогах и идолах других народов, и что мы не можем вывести из этих стихов принцип абсолютного монотеизма, то я бы хотел сказать, что сама Библия тогда должна была бы постоянно переписываться, чтобы опровергать реальность каждого нового божества. Если мы не слышим, что Бог говорит, а Он говорит израильскому народу, вам не следует поклоняться вавилонским богам или египетским богам, потому что главное, они не настоящие боги, так как они не сотворили Вселенную. Я единственный бог, потому что только Я сотворил все. Если мы не воспринимаем это, и спустя 2000 лет не можем сделать выводов, что если какой-то бог с маленькой буквы был возвышен другим богом, но Он сам не сотворил всего, то это лже-бог, то мы вообще не умеем извлекать никакой истины из Священного Писания. Такая богословская позиция делает обязательным то, что Библия должна была бы переписываться снова и снова. Но мы можем извлечь общие принципы абсолютного монотеизма из того, чему учит нас Священное Писание, чему учит нас рассматриваемое нами Божьи Откровения. Мы с вами услышали, что Библия именует порой ангелов богами. Каждое такое место Писания чрезвычайно легко объяснить. Например, очень важный отрывок, и я потрачу немного времени на Иоанна 10 и Псалом 81, и это для меня не представляет вообще никакой сложности, потому что это отрывок, с которым мне, к сожалению, приходится иметь дело уже буквально десятилетия, когда я обсуждаю его с мормонами. Это один из их любимых отрывков и инструментов для спора. Они говорят, видите, существует много богов, значит, и мы можем стать богами, так как этому учит Иисус. Посмотрите на Иоанна, глава 10. И сейчас мы слышали такие утверждения. Посмотрите, что у нас тут есть, и еще в Евреям 1.8. Посмотрите, в обоих отрывках авторы применяют их не к всемогущему Богу, а к этим богам меньшего ранга. Но так ли это? Мистер Стефорд признал, что довольно легко понять, что в Псалме 81 богами именуются неправедные судьи. Это судьи Израиля. Просто прочтите Псалом, и там написано, «Доколе будете вы судить неправедно?» Там говорится о нарушении прав вдов и сирот. Там говорится, что эти судьи падут, как всякий из князей, и умрут, как человеки. Речь идет о людях, о неправедных судьях. Поэтому почему Иисус делает ссылку на этот Псалом? Точно не потому, что Он признает, «Я такой же Бог, как и все вы». Что Иисус делает? Он применяет этот Псалом к иудеям. Они — неправедные судьи. Он тем самым говорит, «Как вы можете обвинять Меня в богохульстве, когда Отец помазал Меня?» Иисус обличает их как ложных богов, как неправедных судей из Псалма 81. Иисус не пытается сказать это цитатой, «Я такой же Бог, как те неправедные судьи были богами». В аргументации Иисуса вообще не было такой мысли. Наоборот, Он обвиняет своих хулителей через эту цитату. Таким образом, речь вообще не идет в этих стихах об ангелах, которые именовались бы богами. Богами тут именуются судьи. Почему они так именуются? Ведь следующие стихи говорят, «Вы умрете, как человеки». Разве тут присутствует какое-то замешательство и утверждается, что эти люди — настоящие божества? Разве тут проводится прямая параллель с тем, в каком смысле Иисус именуется Богом? Творцом, которому все творения поклоняются? Конечно же, нет. Судьи именовались богами, потому что Бог давал им власть судить дела людей. И они будут отвечать за то, как они использовали данную им власть. Таким образом, Иоанна, глава 10, ничего не говорит о том, что якобы Иисус считает себя неким современным примером, кому можно применять слово «Бог» из Псалма 81. Иисус вообще не применяет этот Псалм к себе. Он лишь обвиняет своих оппонентов, иудеев. Мы слышали также про Евреям 1.8, и я рад, что было сказано, что, возможно, об Иисусе говорится как о Боге, но якобы только в виде обращения, так как речь идет о царе, который только среди подчиненных может быть назван Бог, Твой Бог и так далее, и тому подобное. И якобы это значит, что Иисус в том или ином смысле является божеством меньшего ранга. Но мы всегда должны держать в уме природу Божьего Слова. Мы не должны разделять каждый отрывок на атомы и говорить, а вот давайте-ка обратим внимание на вот этот стих. Рассмотрим в отрыве от стиха того-то чуть ниже. Речь идет о двух отрывках из одной. Первой главы Евреям. После Евреям 1.1.3 идет Евреям 1.6, где написано, что все ангелы Божьи поклоняются Христу. А в Евреям 1.8 Бог именует Иисуса Богом, а далее идет Евреям 1.10.12, где Иисус характеризуется как Егова, так как Он обладает уникальными атрибутами Еговы. Так что смотреть нужно на всю главу. Каждый стих — это часть одной аргументации. Что было бы, если бы отстаивалось? Помните, послание Евреям — это апологетический труд. Автор послания указывает на определенную истину. Могло ли быть, что автор послания Евреям просто хотел сказать, что по сути Иисус равен ангелам, и Он — один из ангелов в Евреям 1.8. Конечно же, нет, Он провозглашает превосходство и верховенство Христа. И когда после 8 стиха идут стихи с 10 по 12, где речь идет об Иисусе, как об Иегове, то понятен смысл, который автор вкладывает в стих 1.8. Точно так же нужно рассуждать о стихе 1.3. Мы слышали, что якобы этот стих является неопровержимым. Я, конечно, соглашусь, что стих является неопровержимым, но вопрос состоит в том, что означает этот стих. Что он означает? Говорит ли он о простой копии? Греческий термин характер — его ипостаси. Характер — это просто копия, какую можно снять в копировальном центре? Должны ли мы считать, что стих говорит лишь о том, что Иисус меньшего ранга, чем Отец, так как Он просто копия и потому онтологически отдельное божество? Мы уже услышали сегодня такую фразу. Сегодня мы защищаем уникальную божественность Христа. Защищает ее мистер Стефорд. Я же хотел бы объяснить, что мой оппонент имеет в виду, что Иисус — это отдельный Бог, сотворенный Отцом, меньше, чем Отец, недостойный поклонения, как Отцу. Все это далеко от понимания историческим христианством понятия «божественность Христа». Итак, провозглашает ли евреям 1.3 меньший ранг Христа? Задам вам вопрос. Как может даже самое превознесенное творение являться характер, а этот термин означает «отпечаток», оставляемый кольцом печатью? В наши дни таких печатей в виде кольца уже нет. Я помню, что моя мама пользовалась такой маленькой буквой W. Она расплавляла воски на оборотной стороне рождественских открыток. Кто постарше может помнить такие вещи. В общем, на оборотной стороне открыток она пропечатывала в затвердевающем воске эту букву. И на воске оставался отпечаток, который был точно таким же, как сама печать, такая же буква, только в зеркальном отражении. Точно так же использовали кольца печати, чтобы обозначать себя собственником чего-либо. Итак, я задаю вам вопрос. Как может какое-либо творение являться характер по отношению к безграничному Богу? Разве ипостаси Еговы, его сущность, его бытие не является безграничной? Как может архангел Михаил быть, пусть даже крайне слабой, но все же копией Бога? Тогда слово «характер» нужно воспринимать как очень слабая, частичная, ограниченная, маленькая копия. Потому мы должны помнить, что каким бы превознесенным вы ни сделали Иисуса, разделение между Богом и Творением — это разделение между тем, кто вечен, неизменен, самодостаточен сам себе, и всеми теми, кому Он дал существование. Это разделение грандиозно. И каким образом что-то существующее с этой стороны может являться характер по отношению к тому, кто один находится на той стороне? Я считаю, что стих является неопровержимым, но этот стих не утверждает, что Иисус — это в каком-то смысле один из Богов с маленькой буквы. Точно так же следует рассуждать и по 1 Коринфянам 8, 6. Раз уже коснулись этих отрывков, думаю, что будет полезным посмотреть на них внимательно, тем более, что они действительно касаются нашей сегодняшней темы. Восьмую главу 1 Коринфянам многие считают выдержкой церковного гимна или ранней формой церковного вероисповедания. Итак, стих 6, особенно... Простите, но у нас... Давайте начнем со стиха 5. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ, много, о ком он говорит здесь? О так называемых, о тех, кто лишь называются богами». Речь идет о мирских идолах. «Но у нас...» Кто такие мы? Мы, христиане, которые обладают Божьей истиной, но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Не у всех такое знание. Что это за знание? Знание того, как Бог открыл себя. Посмотрите на параллелизм в стихах 5 и 6. Что? Много богов и господ много. Но у нас только один Бог, только один Господь. Вот в чем параллелизм. Мне говорится о том, что я считаю Богом только Отца, и поставлю я Его выше Иисуса. Отец действительно отличается от Иисуса. Павел определенно чаще всего использует понятие Бог по отношению к Отцу, хотя немало использует Его и по отношению к Сыну. И чаще всего он использует понятие Kyrie, Господь, по отношению к Сыну. Таким образом, он проводит отличия. Если только мы не являемся сторонниками унитаризма, давайте просто ради рассуждения допустим, что есть две божественные личности, и Бог желает дать нам о Себе откровение. Не откроет ли Он себя так, чтобы мы могли отличать две божественные личности? Просто сказать, Иисус отличен от Отца, нет никаких проблем, так как доктрина о Триединстве так учит с самого начала. Мы признаем, что Иисус отличен от Отца. Вопрос-то в том, делает ли это Сына меньшим по отношению к Отцу. Отец никогда не воплощался, а Иисус воплотился. Делает ли это Иисуса выше, чем Отец? Иисус добровольно уничижил Себя самого. Отец никогда так не поступал. Делает ли это Иисуса выше, чем Отец? Конечно, нет. Отличия мы признаем. Но в свете библейского монотеизма мы также видим, что поскольку Иисус Христос описывается как наш Творец, Ему поклоняются как Творцу, поскольку Он именуется Яхве, то очевидно, что речь не может идти, и мы не должны видеть в Господе Иисусе Христе какое-то второстепенное божество. Но не у всех такое знание. Не все знают, что есть только один истинный Бог, который дал о Себе откровение в христианских писаниях, и потому многие поклоняются лже-богам и идолам. Мы слышали, что в Евангелии от Иоанна проводится различие между Сыном как Богом и Отцом. Согласен, но мы должны помнить, что независимо от формулирования грамматической аргументации, для меня очевидно, что в Иоанна 1 главе в 3 предложении описывается природа Логоса, Слова, что Он божественен, Он Бог в полном смысле слова. Он описывается как Вечный, о чем говорит Иоанна 1.1а. Нужно помнить, что это пролог Евангелия от Иоанна. Часто вы можете увидеть подобное в книгах, и здесь делается начальное утверждение, затем идет весь пролог, а затем повторяется начальное утверждение, и раскрывается его суть в стихе 18. Что там написано? В 18 стихе вновь нам описывается Логос, который стал плотью, в стихе 14. И в некоторых рукописях описывается Он как Моноганес Теос, что переводится как Уникальный Бог или Бог Единородный Сын. Он описывается как Тот, Кто явил Отца. «Бога не видел никто никогда», — говорит Иоанн. Подождите-ка, в Ветхом Завете много кто видел Бога. Есть немало мест Писания. Исайя видел Иегову, сидящую на престоле Высоком и Превознесенном, Исайя 6. Поэтому в Иоанна 12.41 говорится, что Исайя видел Христа. Но кто-то может сказать, что Он отличен от Отца. Да, конечно же, это так. Он единственный, через кого мы познаем Отца. Он единственный, кто взял на себя роль в Вечном Завете Искупления быть тем, кто являет Отца нам. Он уникальный Теос. Но это вовсе не делает его неким Теос, подобным ангелам. Иудеи никогда не использовали подобных выражений во всем Писании. Не таков их язык, не таково их представление о реальности. Нет у них ничего подобного. Колоссянам 2.9 замечательный отрывок. Но опять же, его нужно читать в контексте послания Колоссянам. Павел опровергает положение протагностического движения, которое пытается проникнуть в церкви. Такие люди говорили, да, Иисус Велик. Он один из неких божеств, творений, но таких могущественных и богоподобных. Если мы увидим апологетическую природу послания, мы не станем толковать слова Павла, будто он берет и играет на руку своим оппонентам. Если все, что Павел пытается сказать, это в нем полнота того, что делает рядового бога рядовым богом только в телесной форме, то тогда Павел не только отказывается от монотеизма, о чем мы уже сказали, но он еще и ставит себя в положение, когда он сам уже не может спорить со своими оппонентами. Его оппоненты сказали бы, да мы согласны. Они не согласялись бы со словом «телесно», но дело в том, что в послании к Колоссянам в аргументации Павла много раз встречается слово «телесно». Но по этому поводу он спорит. Он пишет, в нем обитает вся полнота божества телесно. Кто является божеством для иудея монотеиста? Полагаю, что мы все знаем ответ на этот вопрос. Таким образом, когда мы рассматриваем этот аспект, я хотел бы вернуться к тому, что я сказал вначале. Мы монотеисты, которые верят, что есть только один бог, и только он достоин нашего поклонения, как наш творец, как тот, кто именуется Яхве, или же мы генотеисты, верящие в трех богов, тогда, будучи генотеистами, что мы имеем сказать этому миру? Чье имя мы проповедуем? Что мы делаем, встречаясь с другими религиозными движениями и их богами? Как мы представляем библейскую истину в противопоставлении всем человеческим религиям, когда нам, получается, приходится признать, когда мы вынуждены сказать, что наши священные документы о которых мы верим, что они даны напрямую богам, на самом деле не дают нам никакой возможности понять, каков бог. Я вновь предлагаю вам рассмотреть то, что я сказал во вступительном слове. Я предложил этот аргумент монотеизма. Если опровергать его, то нужно опровергать по существу. И только тогда можно с какой-то вероятностью продвигать идею, что Иисус — это бог с маленькой буквы, а не истинный бог с большой буквы. Нужно, чтобы был дан ответ на вопрос, как мы можем избежать греха идола поклонства. Если запрещено в высшей степени поклоняться Иисусу Христу, то что же происходит в Откровении 5 главе? Вы можете посмотреть Откровение 4 главу, а также Откровение 5 главу. Если вы скажете, что для вас очевидно, что в Откровении 4 главе происходит истинное религиозное поклонение, а в Откровении 5 главе для вас это не очевидно, то на чем вы основываетесь? Экзогетически, где в тексте вы берете основу для своих рассуждений? Мистер Стеффорд начал свою речь с того, что сказал, «Мое желание, чтобы вы рассмотрели некую возможность того, что Иисус — это антологический, по сущности, иной бог, бог с маленькой буквы, отдельный от Отца, второй бог». Я не понимаю, не могу даже начать понимать, что эти слова по сути означают, что означают они что-то иное, нежели рассмотреть некую возможность истинности генатеизма, что существует три бога. Кто-то мог бы ответить, «Это твое восприятие». А я не знаю, какими еще терминами выразить свое восприятие, ведь нам говорится, что есть один главный бог, но существуют еще боги меньшего уровня, и им тоже в каком-то смысле поклоняются, их почитают, с ними общаются, и они якобы играют определенную роль в божественной иерархии. Я просто не знаю, как еще можно это писать. Я не пытаюсь этим термином вызвать эмоции. Я пытаюсь просто описать позицию оппонента максимально точно, с моей точки зрения. И именно этому посвящены сегодняшние дебаты. Ведь очевидно, что если кто-то утверждает, что Иисус — это один из богов с маленькой буквы, то утверждающие должны верить в той или иной форме функциональный генатеизм. А я говорю, что Писание такому не учит. Когда Павел говорит в 1 Коринфянам 8, «Не у всех такое знание», он говорит также, «А мы знаем». Хотя есть так называемые боги, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец и один Господь Иисус Христос. «Мы существуем для Него, через Него». Да, у отца и сына были разные роли в сотворении. Да, у них разные роли в вопросе искупления. И я очень этому рад, ибо великая любовь сына побудила его добровольно уничижить себя самого и сделаться подобным человеком. Большое спасибо. Я скажу вам, что происходит в Откровении, главах 4 и 5. Держал это в уме и ждал возможности ответить. Надеюсь, что вы заметили кое-что, когда читали отрывки вместе с доктором Уайтом. Если вы не заметили, то я обращу сейчас ваше внимание на это. Откровение, 4 глава, стихи из 9 по 11. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Иегова, наш Бог», и так далее. Так в переводе «Свидетели Иеговы» греческого текста звучит «Господь». Затем доктор Уайт сравнивает прочтение с откровением, глава 5, стихи из 6 по 14. Ни разу я не увидел, чтобы слово «проский Нео» использовалось по отношению к кому-то напрямую во всем отрывке. Может быть. Я что-то пропустил, давайте проверим. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь мечей, которые суть, семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем. Здесь нет слова «проский Нео». Имея каждый гусли из золотой чаши, полная фимиама, которая суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был закланный кровью своей, и искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и садил нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных и старцев, и число их было тьмы, тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Нет слова «проский Нео». И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорило, сидящему на престоле и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков, нет слова «проский Нео». И четыре животные говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот тут есть слово «проский Нео». Ни разу во всем отрывке не встречается слово «проский Нео», относящееся к кому-либо, кроме сидящего на престоле. В самом конце есть общее утверждение о поклонении, и разве это может быть убедительным аргументом, чтобы мы поверили, что никакое творение не получает поклонение, равного тому, которое совершается сидящим на престоле? Так никто и не получает равного поклонения. В этом отрывке этого нет и не подразумевается. Можете читать отрывок «Сколько хотите, и вы не найдете, что агнцу воздается такое же поклонение, как сидящего на престоле», что описывается в Откровении 4, 9, 11. Давайте не будем предаваться неправильному пониманию отрывков. Агнец достоин принять благословение, славу и честь, потому что он был заклан и искупил людей для Бога из всякого колена, языка и народа. Бог достоин принять поклонение, потому что Он сотворил все, и по Его воле все существует и было сотворено. Мы поговорим о соотношении между Отцом и Сыном сотворений позже. В этом же отрывке нет нигде указания, что агнцу воздается проский нео. Нигде. В этом отрывке такого нет, и аргумент отрывка просто бессильный. Давайте перейдем к Иоанна 10 на минутку. Доктор Уайт обратил на этот текст внимание наконец-то, но я не считаю его ответ исчерпивающим и убедительным, и хочу объяснить почему. Предполагается, что Иисус просто обращается к иудеям, как к относящимся к категории неправедных судей и осуждает их действия. Но дело обстоит совсем не так. Можно представить целый ряд аргументов, показывающих, что речь идет об ангельских сущностях. Но, возможно, речь идет о неправедных судьях, возможно, даже о лже-богах, но все это не важно. Как звучит вопрос? Ответ Иисуса — это ответ на обвинение. Доктор Уайт не ответил на этот вопрос. Он предложил применение Иисусом этого текста, но я не вижу, как тогда реплика Иисуса отвечает на обвинение иудеев. Давайте прочтем. Стих 33. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом или Богом с маленькой буквы. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги?» Итак, обвинение — ты делаешь себя Богом. Не написано ли в законе вашем, что вы Боги? Видите, есть обвинение и ответ на него. Так нужно понимать эти слова. Любое другое понимание, и получается, что Иисус не отвечает на обвинение. Далее Иисус продолжает, «Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и нет никаких проблем. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Мы видим, что Он отвечает на обвинение». Какое обвинение в богохульстве? Ты, так вот, богохульство, что ты, будучи человек, делаешь себя божеством. Богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Он отвечает на обвинение. Он использует текст, в котором кто-то именуется богами. Вот что происходит здесь. Если доктор Уайт еще пожелает что-то сказать по этому поводу, было бы здорово. Но Иисус использует текст, в котором кто-то именуется богами, в своей защите на обвинение, что Он называет Себя Богом. Если это не обоснованное понимание текста, то Иисус не дал обоснованного ответа на обвинение. Я убежден, что Иисус дал ответ, и поэтому Он использовал именно этот текст, а не какой-то другой, где бы Бог именовался богом, с большой буквы, или Исайя 9, 6, где говорится о Мессии. Ведь Он легко мог процитировать другие тексты. Почему же Он цитирует именно Псалом 81? Потому что Он провозглашает Себя лишь таким богом, с маленькой буквы, не то чтобы неправедным человеком-судьей, а обладающим божественной властью, которой обладали и те судьи. Божественность Иисуса отличается от божественности самого бога. И Иисус доказал это, цитируя такой текст. Он процитировал его, хотя мог процитировать что-то другое. Давайте поговорим еще о паре отрывков, упомянутых доктором Уайтом. Иоанна 12, 41 относится к нескольким местам в книге Исайи. Вообще контекст Иоанна 12 говорит об Исайе 53, Исайе 6. Доктор Уайт полагает, что в Иоанна 12, 41 говорится, что Исайя видел его славу, и это параллель к Исайе 6 глава, где говорится о краях рис и еговы, наполняющих храм, и его слава видна всем. Я считаю, что тут вовсе и нет параллелей. Исайя 53 в Септуагинте, Исайя 53, 13 указывает на очень важный момент, что Мессия будет прославлен. А в Иоанна 12 говорится об Исайе, дается ссылка на Мессию в Исайе 53. Но во всем этом говорится просто о будущей славе Мессии, и как Он понесет на Себе грех многих. Эту славу видел Исайя, от того, что Мессия принесет человечеству искупление наших грехов, и что Он будет прославлен в результате Своего воскресения. Ничто здесь не доказывает нисколько, что Иоанна 12 ссылается на Исайю 6. Да и вообще мне не кажется такой аргумент стоящим. Дальше обратимся к евреям. Глава 1. Доктор Уайт использовал стихи с 10 по 12 для объяснения евреям 1.3 и 1.8. Я совсем не против этого. Но вопрос в том, о чем говорят стихи с 10 по 12. Они говорят об основании земли и неба. Мы этого не отвергаем. Христос описывается в притче, глава 8, в своем предчеловеческом виде, как мудрость художницы. Это не отвергается никем из отцов церкви, это часто обсуждаемая истина. Роль Христа в сотворении хорошо всем известна, и это согласуется с данными стихами. Здесь говорится также, что они погибнут, а ты и пребываешь. Здесь не говорится о том, что он вечен, а говорится, что он никогда не умрет. В этом его отличие от всех остальных. Он теперь бессмертен благодаря своему воскресению, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. В этом тут главная мысль. Если бы замыслом было показать, что Христос — это Иегова Творец, то почему тогда во втором стихе говорится, что Бог сотворил все через Своего Сына? Такова роль Христа в сотворении. Должно быть соответствие одно другому. В этой главе есть несколько идей об уникальности Христа, его отличия от всех остальных, с кем он сравнивается, а именно Соломон и Иегова и личности такого порядка. Нет никого, кому бы мы могли еще применить текст, чтобы доказать, что Христос бессмертен, потому что до Христа никто не был бессмертен, кроме Иеговы. Даже в Септуагенте есть вариации, предполагающие, что речь в тексте идет о Мессии. Нет никаких проблем применять этот текст ко Христу с данной целью. Текст ведь не говорит, почему он применим ко Христу. Образ речи показывает это. И я думаю, что это с целью показать, что Христос бессмертен и что его лета не кончатся. Он никогда не умрет. Он не является царем, которого могут свергнуть, который может умереть, так что придет другой царь на его место. Он вечный царь. Поэтому в 8 стихе идет речь о его престоле. Престол твой, Боже, век века. Постоянство Христа, вот о чем здесь говорится, друзья мои. Речь не идет о том, что Христос — это Иегова. Это было бы просто абсурдно. Ведь здесь говорится, что у Христа есть Бог. Стих 9. «Посему помазал тебя, Боже, Бог твой». У Бога нет Бога. Иегова, в общем, это даже абсурдно предполагает. Но мы бы предполагали такой абсурд, если бы согласились с такими утверждениями. Так что нет никакой проблемы, чтобы рассматривать эти стихи вместе и толковать их в свете друг друга. Но давайте толковать правильно, а не перепрыгивать сразу к выводам и добавлять к тексту что-либо. Доктор Уайт говорил о Евреям 1.3 и сказал, что по этому стиху ему нет нужды спорить. Я не услышал его объяснений, кроме тех, о которых я уже говорил. Все, о чем он говорил, это «Если он точная копия, то он такой же вечный». Потому что Бог бесконечно вечный, поэтому если ты точная копия, ты тоже вечный. Это интересно. Никогда не думал, что копия чего-то указывает на то же самое время или возраст оригинала. Обычно, когда делается копия, сама идея копирования предполагает временное различие. Кольцо отпечатывается в воске, но кольцо было до того, как появилась его печать в воске. Идея копирования должна предполагать временное различие. Не нужно никаких дополнительных объяснений. Это же очевидно, что если копия, даже точная копия, обладает тем же возрастом, что и оригинал, то это абсурдно. Что это за копия такая? Но Христос — это копия, так говорит текст. Пример доктора Уайта отлично подходит. Именно это означает слово «характер». Перстень печать, отпечатанный в воске. Но это показывает, что они не могут быть одним и тем же Богом. Более того, они не могут быть оба вечными, потому что один — это копия другого. И неважно о копии, кого идет речь. Копия Божьей ипостаси. Речь идет о разнице в сущности или природе. Определения очень просты, и авторы Библии используют их, чтобы донести очень простые идеи и мысли. Нам не нужно ввязнуть в этом и думать, что копия предполагает связь с возрастом. Таким образом, этот текст остается неопровержимым и отражает мою позицию, что есть различия в природе. А если есть разница в природе, то речь идет о двух разных божествах. Если Иисус использует текст, говорящий об иных богах, чтобы показать, что Он за Бог, то нужно ответить что-то на это. Павел говорит, что Иисус — это копия Божьей ипостаси. На это что-то надо тоже ответить. Не отставлять в сторону и не говорить, что «да, Он действительно копия, точная во всех отношениях». Не так обстоят дела с копиями. Колоссянам 2.9 Идея, что полнота божества якобы делает Христа Богом. Этой идеей есть подтверждение в Колоссянам 1.19, что благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Доктор Уайт интересно поспорил с моими утверждениями в своей книге. Якобы полнота разная. Благоугодная Отцу в первой главе и делающая Христа Богом во второй главе. Тогда у нас две полноты, которые во Христе. Не очень понимаю, что это за вторая полнота. Но в Колоссянам 2.10 говорится, что верующие обладают той же самой полнотой. Мне трудно поверить, что может подразумеваться какая-то другая полнота, не та, что в 9 стихе. Поэтому Павел говорит, что верующие тоже будут обладать божественной природой. Христос — это божество. И те, кто становятся духовными и правят с ним на небесах, тоже будут божествами. Очевидно, что не настолько же могущественными, не такими же древними, как Христос или ангелы, но все равно они будут духовными сущностями, подобными Христу и ангелам. Опять же, когда мы говорим об ангелах или сотворенных сущностях, где в Библии есть идея, что творения не могут быть превознесенными достаточно и существенно высоко? Нигде я такого не нахожу. И почему бы тогда точной копией самого Яговы не быть достойным славы, чести и благословения? Кто может усомниться, что копия Бога Яговы действительно является величественной и могущественной, и что она достойна почти всего, чего достоин и сам Бог Ягова? И именно это благоугодно Богу Ягове, так что Он позволяет так относиться к Его Сыну. В Евреям 1.6 не говорится просто, что ангелы поклоняются Сыну. Там говорится, что Бог говорит, да поклонятся Ему все ангелы Божии. Проскинео. Бог допускает это по отношению к Своему Сыну. Не знаю, сколько из сидящих здесь являются родителями. Мы не обсуждаем какого-то ангела, какое-то творение. Мы говорим о Божьем особом Сыне, Его первенце. Кто-то может сказать, но Он ведь не буквально первенец, речь просто о превосходстве. Правда? Тогда кто является Божьим настоящим первенцем? Разве не является Он кем-то значимым? Значимым настолько, что именуется в Библии первенцем? Ведь кто-то должен быть первым из творений. И кто же это? Кто, если не сам Иисус Христос? Если это не так, то почему мы так много говорим об Иисусе? В чем тогда особенность положения Иисуса? Иисус Христос — первое творение, поэтому Он так именуется. Он — Божий первенец Сын. И нет никакой причины, почему бы вся слава и честь и относительное поклонение не воздавались Ему, как Царю Божьего Царства. Он заслуживает этого. В этом ничего неправильного нет. В этом нет идолопоклонства, потому что Иисус может представлять только одного идола — образ самого Бога. Колоссянам, первая глава так говорит, образ Бога невидимого. И если Он — идол, то я все равно поклонюсь Ему, потому что так мне повелевает Библия. Я не подхожу к Библии с попытками подогнать свою религию под нее. Когда Библия повелевает мне что-то делать, я буду это делать. Если Библия говорит мне, что Он — Божий первенец и образ Божий, и что Он в совершенстве отображает Божью волю и Божьи атрибуты, чтобы я смотрел на Него и почитал Его в поклонении, то так я и буду поступать. Почему? По той самой причине, о которой говорит Павел, во славу Бога Отца. Все это было бы идолопоклонством, если бы совершалось славу самого Христа. Но в том-то и дело, что это не идолопоклонство, потому что все в нашем поклонении, почтении и уважении Христу, это лишь отражение того, как бы мы поклонялись и относились к Его Отцу. Он говорил об этом много раз. Он пришел не чтобы исполнять свою волю, он учил не своему учению. Все, что Он делал и учил и показывал, было от Отца. Все, что мы совершаем по отношению ко Христу, идет через Него к Отцу. Так что мы не видим здесь никаких проблем, проблемы идолопоклонства, установления второго Бога и поклонений Ему вместо Бога. Христос — это явленный образ Бога и все, что Он делает, и даже Его облик в соответствии с Писаниями. Так что нет никаких проблем, все они надуманные. Не хочу сказать, что они надуманы злонамеренно, но они могут уводить нас от истины. Опять же, нужно понимать, что это сложная концепция. Легко думать о Боге, что Он один заслуживает посвящения и что Он один, и у Него нет каких-то сложных связей с кем-то вторичным. Но сама идея вторичного, сотворенного, может подловить вас риторикой, подразумевающей какое-то несоответствие, что какое-то творение получает такое поклонение. Опять же, Иисус — совершенная личность, безгрешная, точное отображение Бога, но все же лишь отображение. Если Библия говорит, что это нормально, значит, это нормально. Опять же, мы остаемся с проблемой попытками объяснить, как Христос является тем же самым Богом, что и Отец, в то время как Библия нигде такого не говорит. Библия лишь говорит нам, что Христос — это некое божество, которое было с Богом и было одним из богов с маленькой буквы. Иисус — Бог. Как это понять? Либо это значит, что Он был Богом с троицей? Ведь есть только один Бог, правильно? Если вы верите в Троицу, вы верите в одного Бога, в Троицу. Если Христос был Богом, то Он был троицей. Либо, когда вы говорите «Бог», вы не имеете в виду Бога. И об этом я уже говорил сегодня. Когда я говорю «Бог», я имею в виду Бога с большой буквы или одного из богов с маленькой буквы. Бог с большой буквы — это Отец. Один Бог — Отец. Как написал Павел, когда я говорю «Бог» с маленькой буквы, я имею в виду одного из старостепенных божеств. Таким образом, в Иоанна 1.1 вы можете ясно увидеть, что Иисус был с Богом с большой буквы, и Он был одним из богов с маленькой буквы. Вы не можете избежать этого разделения. Либо Иисус — это Бог с большой буквы, и тогда Он должен быть Троицей или Отцом, либо Он Бог с маленькой буквы. Вы никак не сможете обойти этот выбор между значениями, и об этом я еще буду говорить во время встречных вопросов-ответов. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ